МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В своем решении уйти с поста руководителя региона он объявил сегодня, поблагодарив членов администрации, депутатского корпуса и руководителей предприятий Нинецкого округа за совместную работу. Уважаемые коллеги, всем добрый день. Позвольте вас поблагодарить, особенно сейчас, когда проявились первые результаты нашей с вами совместной работы. Первые дома, соцобъекты, которые мы теперь производим из собственных, а не привозных материалов. Обновленные фермы, убойные пункты, новые самолеты, вертолеты, когорта молодых предпринимателей. Трехсторонние контракты, которые гарантируют трудоустройство нашим будущим выпускникам. Ипотека под 1%, декларация о намерениях инвестировать в порт Интига. Все эти три года я просыпался с курсом доллара на экране мобильного телефона. И цены баррели нефти. По одной простой причине, потому что эти цифры слишком многое значат для нашего региона. А именно возможность содержать огромную бюджетную систему, в которой занято практически 2 трети нашего населения свыше 75%. Коллеги, я знаю, что очень многие изменения были болезненные. Из-за того, что наложились на экономический кризис, когда доходы упали на треть. Но тем не менее, коллеги, нам с вами удалось сделать практически невозможное. Мы развернули планово-убыточную систему хозяйствования нашего богатого региона в русло эффективности и поощрения инициативы. И вместо умения писать заявки в бюджет, на первое место все-таки вышли такие качества, как личная инициатива и умение брать ответственность за результат. Никто не любит реформы, но все хотят пользоваться их результатами. Я рад, что эти результаты останутся и после меня. И прошу вас сплотиться для достижения тех, которые пока еще в процессе. И прежде всего я имею в виду обновление системы профессионального образования, привлечение потенциальных работодателей к этому. Вы же помните, что компетенция – это наша новая нефть. Поэтому для каждого жителя округа важно, чтобы вы обязательно продолжили эту работу. Я с полной уверенностью это говорю, потому что знаю, насколько важно любить то, чем занимаешься. Когда болеешь результаты, неделишь часы и дни недели на рабочие, либо выходные, уж тем более праздничные, а просто идешь к своей цели – сделать непростую жизнь людей Крайнего Севера стабильнее, комфортнее. И самое важное, конечно, это защитить их от колебаний цен на нефть. Быть губернатором родного для меня края – большая честь. Коллеги, спасибо за ваше участие, поддержку, возражения, критику, идеи, ну и, конечно же, прорывы. Я прошу вас также сплоченно продолжать работать, чтобы наш округ был территорией, где людям комфортно и, конечно же, радостно жить. В связи с переходом на новое место работы, я принял решение уйти в отставку с поста губернатора Нинско-автономного округа. Коллеги, фундамент мы заложили. Строить дальше вам большое спасибо за совместную работу. Указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Нинецкого округа Игоря Кошина подписан президентом России. Этим же указом на должность временно исполняющего обязанности главы региона назначен Александр Цибульский. О своем назначении в Рио губернатор Нинецкого округа узнал в ходе личной встречи с Владимиром Путиным. Ранее Александр Цибульский занимал должность заместителя министра экономического развития России. В Рио губернатор Нинецкого округа родился 15 июля 1979 года в Москве. Окончил военный университет Минобороны России. В период с 2008 по 2010 годы занимал пост помощника министра регионального развития Российской Федерации. С 19 ноября 2014 года заместителя министра экономического развития. Цибульский сообщил журналистам, что в ближайшее время отправится в регион. Он добавил, что обязательно проанализирует стратегию, которая была у округа. «Я уверен, что регион развивался и развивается в правильном направлении. Если потребуются какие-то корректировки, мы их обязательно внесем, исходя из того федерального опыта, который у нас есть». Александр Цибульский также отметил, что Нинецкий округ является опорной зоной развития Арктики и имеет большие перспективы развития и с точки зрения развития минерально-сырьевой базы, и с точки зрения человеческого капитала, который здесь сосредоточен, пусть и не с очень большим населением, но тем не менее высокого качества. Накануне своей отставки Игорь Кошин подписал ряд социальных законов. В соответствии с законодательными актами в округе произойдет повышение размера региональных доплат к пенсии и вырастет ряд социальных льгот для отдельных категорий граждан. Повышение размера ежемесячных компенсационных выплат пенсионерам произойдет с 1 ноября 2017 года. Речь идет о доплатах к пенсии, размер которых до настоящего времени составлял 2708 рублей и 3100 рублей. С учетом принятия изменений в закон, выплаты составят 3100 рублей и 3500 рублей соответственно. Кроме повышения размера доплаты, изменения в закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого округа, инициированные Игорем Кошиным, предусматривают пересмотр расчета доходов пенсионера при предоставлении таких выплат. Изменения еще в один закон округа предусматривают повышение размера целого ряда других социальных выплат. Так, ветераны Великой Отечественной войны в Ненецком округе будут получать ежемесячно 35 тысяч рублей. Это на 10 тысяч больше, чем в настоящее время. Повышение размера ежемесячных выплат коснется также тружеников тыла. Те, кто в период Великой Отечественной войны работал в тылу, а также лица, приравненные к этой категории граждан, каждый месяц в дополнение к иным льготам будут получать 1200 рублей из окружного бюджета. От 800 до 1900 рублей ежемесячно в зависимости от категории получателя составит компенсационная денежная выплата лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. Кроме того, инициированный Игорем Кошиным и поддержанный депутатами закон обеспечит повышение размера ежемесячной выплаты ветеранам труда и ветеранам труда Ненецкого округа до 1000 рублей. В настоящее время он составляет 788 рублей. Также в округе повысится и размер ежемесячного пособия на ребенка в возрасте до полутора лет. Сейчас он составляет от 853 до 1422 рублей в зависимости от категории получателя. Со следующего года эти цифры увеличатся и составят соответственно от 1000 до 1700 рублей. Принятое в окружное законодательство поправки вступит в силу с 1 января 2018 года. Ипотека под 1% заработает в регионе с 1 октября. Закон, предусматривающий возможность приобретения жилья на территории округа при заключении ипотечного кредита под 1%, вступит в силу через 10 дней. При этом его действие будет распространяться на договоры, заключенные с 1 октября текущего года. Накануне Игорь Кошин подписал соответствующие изменения в закон об обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в Неницком округе. Закон, принятый в ходе сентябрьской сессии, собрание депутатов Неницкого округа и подписанный в среду Игорем Кошиным, выносит поправки в уже действующей на территории региона закон о 5% ипотеке. В нем появились новые, еще более льготные для жителей Неницкого округа условия. Банкам, участвующим в программе 5% ипотеки, не нужно пересматривать свои внутренние регламенты, и они автоматически смогут включиться в кредитование по новой программе. Свою готовность участвовать в реализации проекта, направленного на расширение возможностей по улучшению жилищных условий для жителей региона, уже выразил Московский индустриальный банк. Уже с 1 октября желающие принять участие в проекте, жители округа смогут обращаться в эту кредитную организацию за получением кредита под 1%. Срок субсидирования банка из окружной казны также увеличен с 10 до 15 лет. При этом заемщики смогут приобретать жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Проект федерального бюджета на 2018-2020 годы на этой неделе должен быть внесен в Государственную Думу. Накануне глава государства обсудил основные направления бюджетной политики с членами правительства России. Бюджет сверстан так, чтобы возможность выполнять все обязательства не зависело от условий, складывающихся на внешнем рынке. В главном финансовом документе страны заложена консервативная цена на нефть – 40 долларов за баррель. Как и в прошлые годы, в проекте бюджета страны удалось выдержать ответственный подход к планированию государственных расходов, обеспечить общую сбалансированность федерального бюджета, отразить основные приоритеты развития страны. Это поддержка экономики, развитие инфраструктуры, укрепление национальной безопасности и обороноспособности, выполнение социальных обязательств государства перед гражданами, инвестиции в развитие образования и здравоохранения, поддержка науки и культуры. Я понимаю, что ресурсы ограничены, мы это знаем хорошо, и тем не менее прошу посмотреть, какие резервы можно найти для поддержки ключевых отраслей экономики, для решения задач, связанных с повышением качества жизни граждан, развитием городов, поселков. Одно из важнейших направлений экономической части федерального бюджета – это поддержка сельского хозяйства. Владимир Путин отметил, что необходимо повышать уровень жизни на селе, строить новые объекты социальной сферы, инфраструктуры, создавать современные и комфортные условия для труда и отдыха. На развитие сельского хозяйства и социальной сферы ежегодно в течение ближайших трех лет должно быть заложено в федеральный бюджет по 20 миллиардов рублей. Необходимо продолжить и программы благоустройства городов. Кроме того, должно быть выполнено все социальные обязательства, которые были поставлены в майских указах 2012 года, в первую очередь по оплате труда работникам бюджетной сферы. Средства на эти цели заложены в полном объеме. Начиная с 2018 года будет в полном объеме исполнена норма указа о повышении заработных плат работников бюджетной сферы. Естественно, мы уверены, что будет увеличение качества предоставляемых услуг. У нас рост предусмотрен заработных плат в бюджетной сфере, и, соответственно, это дает и основание прогнозировать, что и в целом в экономике будут расти заработные платы. По прогнозам в следующем году, в реальном выражении, заработная плата вырастет на 4,1%. Кроме того, в бюджете предусмотрены меры стимулирующего плана для регионов в виде грантов, которые будут распределяться тем субъектам Российской Федерации, которые получат наилучшие результаты как по росту экономики региона, на привлечении инвестиций, так и по росту собственных доходов в бюджетах субъектов Российской Федерации. Об экологических проблемах и рисках. В Наринмаре прошла большая конференция, посвященная экологии Ненецкого округа. В Ненецком округе выбрали делегатов на 5-й Всероссийский съезд по охране окружающей среды. На него в соответствии с выделенной квотой поедут 5 делегатов от региона. В конференции приняли участие представители компаний-недропользователей региона, на профильные учреждения и организации, а также представители общественности. Эта встреча не только повод для выбора кандидатов, но и возможность поговорить о том, что сделано, и тех экологических проблемах, которые еще предстоит решить. Одним из выступающих стал заповедник Ненецкий. В этом году сотрудники проделали большую работу. Они провели мониторинг фонового вида Арктики. Основным объектом исследований стал Атлантический морж. Первый за последние много-много-много лет в Российской Арктике мониторинг именно Атлантического моржа продолжительный. До этого момента они были все довольно непродолжительные, фрагментарные, непоследовательные. Вот с этого года нам удалось более 50 дней наблюдать лежбище, а для крупнейшего лежбище на территории Российской Арктики, европейской части, Атлантического моржа, на котором скапливается более 2000 моржей за один раз. Еще один доклад, который прозвучал на конференции, касался работы Департамента природных ресурсов. В этом году сотрудники Департамента провели 32 мероприятия. Одно из самых масштабных – акция «Нашим рекам и озерам чистые берега». В ее рамках было очищено 58 гектаров береговой полосы, собрано порядка 68 кубометров мусора. Но в этом году мы проводим уборку по бесхозяйным судам. И уже по итогам года будут подведены итоги. Мы наработали положительный опыт. До конца сентября мы примем работы по выполненной. То есть уже проезжая через городской мост, если посмотреть, видно, там заканчивается работа по уборке остатков прошлой деятельности. Также на конференции начальник отдела Центра природопользования Дмитрий Машченко обрадовал экологическое сообщество новостью о том, что теперь у Ненецкого округа появилась возможность проводить самостоятельно лабораторные исследования. Совсем скоро откроют двери в здании морского порта собственная укомплектованная лаборатория. Цель его приобретения – проведение на месте всех экологических анализов состояния окружающей следы, воды, почвы, донных отложений на наличие каких-то загрязнений. Раньше все пробы отправляли на анализ в Архангельск. А это дополнительное время и деньги. В лаборатории сейчас ремонт. Идут последние приготовления. Но уже готов приступить к работе привезенный специалист-химик Константин Марков. Вообще работа в год экологии идет полным ходом. Много еще предстоит сделать. Наметить планы на будущее, поставить новые задачи и предусмотреть экологические вызовы поможет Всероссийский съезд по охране окружающей среды. На него были выдвинуты пять кандидатов. В завершении конференции участники путем голосования поддержали всех. По итогам голосования Ненецкий округ на конференции представят руководитель Департамента природных ресурсов Сергей Андреянов, руководитель Росприроднодзора по Ненецкому округу Андрей Жихарев, директор заповедника Ненецкий Станислав Золотой, инженер по охране окружающей среды Варандейского терминала Ирина Рогачева и руководитель региональной молодежной организации Гринхом Сергей Уваров. Я на самом деле очень рад, потому что работаю в округе уже в этой сфере 10 лет. Именно как эколог я учился на эколога. Я специализируюсь именно на Арктике, на субарктических экосистемах. Я считаю, что это, наверное, одно из главных мероприятий вообще этого года. Годы особо охранения на территории экологии в Российской Федерации. И там будет достаточно представительная публика, модераторы, которые действительно расскажут, что происходит в стране, какие тенденции происходят в стране, что нас ждет в будущем в этой сфере. Напомню, ключевое событие в рамках проходящего года и экология в России пройдет в столице с 12 по 14 декабря. Любовь Пермякова, Антон Ведряков, Телеканал Север. В округе продолжается еженедельный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. На начало недели заболеваемость оставалась ниже недельных пороговых значений, рассчитанных на этот период. По округу в целом на 9,7%, по городской местности на 14%. По сравнению с 37-й неделей показатель заболеваемости снизился в целом по округу почти на 19,5%, по городской местности почти на 5%. По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Неницком округе противогриппозной вакцины привито свыше 5200 человек. Таким образом, согласно отчетной информации медицинских организаций округа, привито 12% от всего населения. Напомню, в первую очередь вакцинации против гриппа необходима лицам из группы риска, определенных национальным календарем профилактических прививок. К ним относятся дети в возрасте от 6 месяцев до 18 лет, студенты, беременные женщины, лица, имеющие хронические заболевания, работники медицинских и образовательных организаций транспорта коммунальной сферы. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.